Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной рассвет. На черт намочил руку. Хреново, потому что придется возить по экрану. Я все, кстати, делаю со своего смартфона. Торгую биткоином, криптой, на фондовом рынке. Тесла, вот, например, выросла на днях. Плюс 41% с тех пор, как я ее взял. Биткоин, наоборот, опускается. Уходил на 59200. К сожалению, я ставил ордер на 59000 долларов. А биткоин опускался на 59132 доллара. Это то же самое на споте. Но это дает нам очень важную информацию. Мы не видим уверенного отскока. Это показывает слабость битка. И мне нужно там пересмотреть свои позиции. Те заявки, которые у меня стоят на 59000. Да потому что, когда биткоин опустился на 59, отскок был всего на 60000. Да это ни о чем. А давайте перейдем на графики прямо сейчас. И видим, как рынок отреагировал. Очень нехорошо отреагировал. MCRT минус 8%. Dogecoin минус 7%. Link минус 6%. Pocket минус 6,5%. Ethereum минус 6,5%. Tesla минус 5,5%. Ну а вот и биточек. 5% падения. Очень сильное падение это на самом деле. Как за один день. Биткоин опустился вниз. Активировал ту торговую идею, которая у меня была. Ну и закрылась она тут же по стоп-лоссу. К сожалению. Опустился на 59592. И дальше на 59100. И к сожалению, мы не знаем, где это падение закончится. Но видим рост на объемах. Снова поднимаются объемы. Потому что здесь, посмотрите, за прошедшие дни объемы ушли из биткоина. Давайте переключимся на недельку. Посмотрим. Стохастик направлен вниз. Ровно так, как я и предсказывал. Помните, я об этом говорил. Вот здесь я продал. И теперь биткоин уже пришел на 59 тысяч долларов. Но вопрос в том, удержится ли он здесь или нет. Стохастик теперь идет вниз. Выходит из экстремальной перекупленности. Время покупать биткоин было, когда стахастик находился в перепроданности. Как здесь или здесь. Биткоин тогда стоил 15 тысяч долларов. Тут биткоин стоил 27. Уже нужно было покупать. И стахастик был в перепроданности. Всему этому я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Прям детально. Если коротко, то когда стахастик в перепроданности, нужно покупать. А когда в перекупленности, то продавать надо. И снова это работает. Идеально. Биткоин идет вниз. Крипто Гурубот держит сигнал на покупку. Не переворачивался в продажу. Извините. Да, так вот, этот сигнал он дал еще в феврале прошлого года. Там этот бот дал сигнал на покупку и до сих пор его держит. Даже биткоин поднимался на 73 тысячи. Но пока что не переворачивался в продажу крипто Гурубот. Биткоин индикатор бот. Не дает никаких новых сигналов. Стахастик направлен вниз. И в прошлый раз, когда стахастик разворачивался, когда он так уходил вниз, это было вот здесь. Это биткоин падала. Какая там у него была цена? 49 тысяч долларов. И он уходил на 37 тысяч. И смотрите, стахастик там опускался примерно на значение 57. Но опять же, проблема заключается в торговых объемах. Объемы очень слабые. Но посмотрите, на прошлой неделе были какие объемы. Всего лишь половина тех объемов, которые были раньше. И вот почему я предсказал это падение. На дневном стахастик уверенно направлен вниз. Какое большое падение на битке. Опустился на 59 тысяч долларов. На 59.100. Конечно, был там какой-то отскок, но всего лишь до 60 тысяч. Объемы-то увеличиваются, конечно. Это объемы на продажу. Мы видим зеленые объемы и красные объемы. Стахастик направлен вниз. Не очень привлекательная картина на биткоине, к сожалению. Биткоин пытается удержаться. Биткоин пытается удержаться на уровне поддержки. 59 тысяч долларов. Посмотрите, здесь постоянная реакция в этой зоне. Здесь от нее отталкивался. Проходил вверх. Еще раз 59. Снова 59. И опять пришел на 59. И здесь мы можем видеть что-то вроде закругленной вершины в итоге. И 59 тысяч долларов – это, на мой взгляд, справедливая цена биткоина. Я уже давно об этом говорил. Делал твит такой у себя в Твиттере. Сизи, кстати говоря, дали там 4 месяца. По его делу. Он открыл Байнанс в 2017 году. И его бизнес оценивался в 300 миллиардов долларов. В общем, тут у меня много чего про это дело. Но я хочу вам показать тот твит, о котором я говорил. Вот этот твит. Я запостил его еще 14 апреля. Эти два падения говорят мне о том, что истинная цена биткоина – 59 тысяч долларов. И, кстати говоря, вот еще. Продаю биткоин и альткоины. Это было 5 дней назад я постил. Все продаю и цель 59 тысяч. И теперь, где мы находимся, на 59 тысяч долларов. Оттолкнулись от этого уровня, 59-100. Но проблема в том, что это был очень слабый отскок. Если бы мы ушли от 59 аж на 64, это было бы дело. А так от 59 мы поднялись там, ну, на 60. Это вообще ни о чем. Поэтому я думаю, что биткоин все-таки продолжит падение. И даже если бы активировались мои позиции на 59 тысяч, я бы сейчас их все равно закрыл. Я там ставил ордера на покупку. По биткоину на 59 тысяч долларов. То на деривативах я ставил. На споте тоже ставил. На два биткоина. То на деривативах и на один биткоин на споте. Но даже если бы эти ордера сработали, я бы все равно сейчас закрылся. Почему? Потому что эта реакция на 59 тысяч, она очень-очень слабая. Стохастик уверенно направлен вниз. На недельном тоже. На месячном тоже. Объемы падают. Радоваться-то особо нечему, на мой взгляд. Уровень поддержки на биткоине находится на 59 тысяч 100 долларов. А следующий уровень поддержки ниже на 52 тысяч 900. Но проблема опять же в падающих торговых объемах. Я ожидал, что мы пойдем на 59, но что дальше там? Это в принципе могу оставить на два биткоина на 59, но не активировались у меня там эти ордера пока что. Цена биткоина опускалась на 59,132. И вы видите, что я расставлял ордера ровно на 59 тысяч долларов. На деривативах это на два биткоина. То есть не хватило 132 доллара. То же самое и на споте. На 59 тысяч долларов у меня там стоит заявка. Было бы в принципе неплохо, если бы все-таки активировались эти ордера, и я бы снял хоть какой-то профит здесь. И поставил бы ордера еще ниже. Но, к сожалению, уже есть как есть. Следующий уровень поддержки, который можно отметить, это 56 тысяч 700 долларов. Там тоже что-то есть, и можно подождать этого уровня. Так что нужно изменить заявки. Пытаюсь поймать этот разворот. Это в принципе моя стратегия сейчас. Ловить эти отскоки, развороты. Но это не говорит о том, что булран-то уже закончен. Это просто коррекция после массивного роста. И обычно эта коррекционная волна в волнах и лета, она от 23 до что-то там 35 процентов примерно. Такая коррекция. Ну а сейчас биткоин скорректировался уже. Что он там скорректировался? Вот с самой вершины получается 21 процент. То есть подходим мы только к минимальному значению. Но хорошо, что я сейчас собираюсь делать, это... Я все-таки оставлю эту заявку на 59 тысяч, на 2 биткоина. Попытаюсь поймать этот отскок. И ниже тоже буду расставлять ордера. На 52 тысячи долларов. Или нет. Давайте все-таки сделаем по-другому. На 52 тысячи долларов зайдем на 1 биткоин. И 1 биткоин поставим на... Сколько? Нет. 2 биткоина. Нет. 3 биткоина давайте. Возьмем по 52 тысячи долларов. Можете наблюдать, как я торгую. Показываю вот прямо сейчас вживую, как расставляю ордера. Кстати говоря, 160 тысяч подписчиков у меня. Если посчитать все соцсети. Вчерашняя торговая идея, она-то хорошо бы отработала, если бы... Стоп-лосс я поставил ниже. А так плотный был стоп-лосс, и закрыл в итоге эту сделку. Так что в этом случае можно стоп-лосс отодвинуть. На 51.97 будем заходить. И на 50.351 поставим стоп-лосс. Переходим на Bybit. 51 тысяча... Чего там? 51. Пусть будет ровно. На 3 биткоина. Открываем лонг. По 51 тысячи долларов. 7800 долларов. С плечом 153 тысячи. Размер позиции. И теперь на споте. На 59 тысяч у меня стоит заявка. И что с ней делать? Давайте, может, сократим в два раза. А, я уже это сделал. На пол биткоина у меня теперь эта заявка. Я думаю, что биткоин пойдет еще ниже. Почему? Потому что пока не увидели. Уверенный отскок от 59. Но давайте еще на более мелких таймфреймах посмотрим, как там случилось это падение. Что там было. Откроем 15-ти минутку. Может быть, давайте прям на минутном посмотрим. Почему нет? Давайте откроем минутный таймфрейм. Что здесь было? Видим V-образное восстановление. И посмотрите, здесь был такой постоянный слив. Это не был сквиз или что-то. Просто сливали биточек. Здесь 1800 биткоинов. Это в минуту. И вот здесь тоже, смотрите, 800 биткоинов, 1000 биткоинов, 1500 биткоинов. Это уже на самом развороте. Но затем зашли и покупки тоже. 1500 биткоинов, 1100 биткоинов. Так что вот эти покупки, они как-то продвинули биткоин вверх. Но вы видите, что этот отскок все равно был не очень уверенным. Слабый такой. Биткоин смог подняться всего лишь на 61 тысячу долларов. Поэтому я думаю, что 59 тысяч биткоин все-таки пробьет. Уже несколько раз биткоин касался этого уровня. 59 тысяч. Но всякий раз он опускается чуток ниже и ниже. Видите, да? Новый минимум ниже предыдущих. Если вы проходили мои курсы по криптотрейдингу, вы понимаете, что это означает. Означает, что биткоин идет вниз. Опускается. Даунтренд. Вот здесь, например, биткоин несколько раз заходил в эту зону. Но если мы приблизим, увеличим, то увидим, что всякий раз биткоин опускался все ниже и ниже. Это опасный сигнал. Поэтому что мне нужно сделать? Там можно сократить заявки и увеличить на 52. Но я говорил о том, что 59 это справедливая цена для биткоина. Так что же делать? Есть у меня ордера на 59. И на 51 тысячу долларов поставил на 3 биткоина. И на споте на пол биткоина по 59 тысяч. И на 52 тысячи 2 биткоина. На балансе 610 тысяч долларов. В основном в USDT сижу. Мне кажется, что я идеально предсказал разворот на вершине. И начал всем говорить об этом еще вот здесь. Вот здесь тоже говорил. На балансе у меня 600 тысяч. Но начинал я со 150 тысяч долларов. Но в какой-то момент даже у меня там было 920. Было бы, конечно, лучше. Ну, что там говорить? Да. Фиксануть там на 920 все. Я, конечно, вывел там 100 тысяч долларов. Но, короче, на мой взгляд, биткоин пойдет на 52. Ну, такие дела. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Только что показал вам, как я торгую. Сижу в водичке. Зарабатываю бабосики. В прошлом году было 150 тысяч долларов. Сейчас 610. 100 тысяч отсюда вывел. Так что, ну, считайте 710. А было даже 920 в какой-то момент. Ну, и всему этому я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. На Баббит регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Хорошая биржа. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. И 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже около 9 тысяч трейдеров. И, как правило, сотня-две человек есть онлайн. Вот сейчас 133 человека. Кто-то что-то рисует, какие-то графики, нисходящие треугольники. Я думаю, что биткоин пойдет на 52 тысячи долларов. Почему пропи всегда идет вверх, когда все остальное вниз? Да я даже не знаю, что такое пропи. Может, какой-то токен. У кого-то здесь торговая идея по эфиру. Пошортить. В общем, это трейдеры. Они общаются друг с другом. Сизи получил 4 месяца. В итоге это восходящий клин на мелком таймфрейме. В общем, добавляйтесь в этот чат и общайтесь с другими трейдерами. Спасибо всем. Всем желаю хорошего дня. И увидимся завтра. Кстати говоря, все это я делаю на рассвете. Любите друг друга. Не обижайте никого. Живите в мире. Думайте только о том, что вы хотите, чтобы с вами произошло. Инвестируйте. Все ваши деньги. Все, где вы что-то инвестировали, где-то торгуете. Это все деньги. Вы не в одной форме. Не думайте о том, сколько вы можете иметь денег. Не ограничивайте свое воображение, когда думаете о деньгах. И не говорите плохо про деньги. Они этого не любят. И будьте хорошим человеком. А если вы плохой человек, то с вами будут случаться плохие вещи. Не думайте, что только вам сейчас тяжело. Все остальные живут на расслабоне. Да у всех были какие-то сложные времена. Все проходили через какие-то боли. Многие люди думали о том, чтобы даже совершить самоубийство. Думали, что жизнь закончена. Но помните, жизнь не заканчивается. Она продолжается. Поэтому остановитесь, делайте паузу. Вдохните. Попытайтесь успокоиться. Попытайтесь понять то, что вас одолевают эмоции. Но все это уляжется. Время лечит, как говорится. Все то, что сейчас вам кажется какой-то большой проблемой. Через пять лет вы об этом даже не вспомните. Так что получайте удовольствие от жизни. Зарабатывайте деньги. Помогайте другим. Будьте богаты. Обязательно здоровы. Не забывайте об отношениях. Они тоже важны. Финансы, здоровье, отношения, семья. Отдых, удовольствие. Помощь другим. И никогда не тратьте на покупку больше 10% от ваших денег. Например, если вы хотите купить ламбу за 250 тысяч долларов. Это означает, что у вас должно быть как минимум 2,5 миллиона на счете. И тогда вы можете купить ламборгини. Никогда не тратьте больше 10%. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.